Здравствуйте, друзья! Приветствуем участников космического онлайн-марафона «Мы первые», который проводит общество знания и государственная корпорация «Роскосмос». Приветствуем вас, собственно, из студии «Роскосмос ТВ» Андрей Волынцев, председатель Совета молодых ученых и специалистов «Роскосмоса» в студии. Андрей, приветствую! Спасибо, что нашли время сегодня прийти к нам, принять участие в онлайн-марафоне. Ну и, собственно, давайте вот о чем. Два года существует Совет молодых ученых и специалистов «Роскосмоса». Заметные, интересные, перспективные проекты с вашей точки зрения за это время. Ну, во-первых, наш Совет стал, по сути, наверное, первой пташкой в формировании молодежно-корпоративной политики. И за эти два года мы стали неким таким, наверное, центром кристаллизации молодежи. Ребята с нашего Совета участвовали порядка, наверное, в 20, сейчас, наверное, цифра уже ближе к 30 образовательных проектов в качестве популяризаторов науки, в качестве популяризаторов «Роскосмоса», в качестве представителей отрасли, рассказывали, знакомили молодежь. Также где-то порядка 10 проектов мы выступали уже в качестве экспертов, то есть на различных конкурсах, экспертных комиссиях. Опять же, порядка 10 проектов выступали просто в качестве представителей молодежи на каких-то межотраслевых мероприятиях, дебатах. И, в принципе, результаты таковы, что сейчас, где бы мы ни были, где бы кто из нас ни оказывался, после выступления подходят, знакомятся, обмениваются контактами. Для меня был показательный опыт в прошлом году, когда буквально случайно в последний момент попросили выступить на одной конференции у смежного предприятия за пределами госкорпорации. Там в президиуме сидели высокие люди, руководители предприятий, руководители города. Скромный я сидел, отчитался, выступил по молодежной политике. И после выступления как бы ко всем спикерам побоялись подойти, а я еще порядка часа отдувался в частном порядке. Располагаете к себе людей? Это, слава богу, что располагаем, потому что происходит обмен контактами. Таким образом, узнаем инициативы снизу, узнаем о проблемах. Совет выступает в качестве, ну, таких координаторов, передатчиков идей, или, наоборот, сигнализируем о каких-то ситуациях, на которые надо обратить внимание. Также рабочая группа нашего совета под руководством Дарьи Гулиевой провела обширную работу, собственно, по составлению портрета молодого специалиста и постоянно проводит актуализацию. То есть это не просто какая-то сухая статистика, которую там может предоставить кадровая служба, что вот молодому специалисту, наверное, надо-надо это, и, наверное, увольняются по этому. Вот это интересно. И каков этот портрет? Вот кто он сегодня, собирательный, так сказать, образ молодого специалиста Роскосмоса и космического отрасли? К моей радости и к моей гордости, по результатам опросов, вот мы в первую очередь фокусировались порядка на 15 предприятиях вот таких системообразующих, отраслевых. И везде получали примерно одинаковую картину, что в первую очередь это патриот своей страны, в первую очередь это человек преданный делу. Как бы не поднимался вопрос, например, о заработных платах, но для многих специалистов вопрос оплаты труда это уже все-таки вторичный. То есть люди молодые идут и работают в Роскосмосе в первую очередь не за деньги, а именно за идею, за самореализацию. Ну и чтобы расти, естественно, вместе с отраслью. И главное, что вот большинство наших респондентов, они и оказываются удовлетворены своей карьерой и тем, что они занимаются. То есть их устраивает, что они делают, они чувствуют свою пользу, они понимают, что вот они отрабатывают не просто 8 часов там в своей жизни тратят впустую, они понимают, что это полезное дело, которое останется после них, которое приносит пользу стране, приносит пользу науке, ну и в принципе всей планете. Уж коли так глобально брать. Какие проекты сегодня реализуются и какие планы у Совета молодых ученых и специалистов? Вот вы привели впечатляющую статистику, но, разумеется, на этом вы не остановитесь. Мы не останавливаемся, я надеюсь, не остановимся. В первую очередь наш Совет продолжает формировать именно такой большой актив Роскосмоса, то есть подбирать не просто людей, которые мы хотим, но еще и людей, которые мы хотим, мы можем, мы сделаем. Благодаря тому, что в нашем Совете, например, состоит Владимир Косенко, председатель молодежи ССС Решетнева, вот пытаемся активно поддерживать их инициативы по промышленному туризму. СССР Решетнева, напомним, на всякий случай, наша аудитория, это место рождения отечественных спутников. Да. Вот они выступили с инициативой промышленного туризма, и, соответственно, это обмен опытом, то есть когда работники одних предприятий смогут посещать другие, узнавать, а как там, а как можно сделать лучше, или, наоборот, поделиться своим, что вот, ребята, а мы уже на шаг впереди, то есть это взаимный рост. Также стимуляция, стимулирование научной деятельности, то есть мы провели несколько уже пилотных проектов, весьма успешных по проведению научно-практических семинаров, и статистика показывает, что вот проведение их на регулярной основе не просто увеличивает количество участников, вот если на конкретном предприятии проводить семинар, но и эти участники, допустим, до семинара, они никогда не хотели выступать на конференциях, они в себя не верили, они обретают крылья, они обретают уверенность, они уже выходят на всероссийский уровень, они выходят на конкурсы, на гранты, начинают претендовать. Переходят в иное профессиональное человеческое качество. У них появляется вера в себя, и это самое главное. Мы за профессиональный рост, мы за развитие молодежи. Кстати, о профессиональном росте. По вашей оценке, по вашей информации, представлены ли молодые специалисты, ну и вообще молодые профессионалы в руководящем звене? Я понимаю, что, наверное, не в топ-менеджменте, но тем не менее. Представлены, конечно, но у меня сразу встречный вопрос. Как вы считаете, войну выигрывают генералы или солдаты? Я думаю, что, безусловно, выигрывает умелое командование и хорошо подготовленный личный состав. Вот так и здесь. Если брать сухую статистику, то, наверное, примерно треть, в принципе, руководящего состава, по всем должностям, если брать, это молодые специалисты в возрасте до 39 лет. Если брать отметку до 29 лет, то это порядка 5, чуть больше процентов. В принципе, эта же цифра для сопоставления коррелируется с общей численностью молодежи, потому что сама численность молодежи – это где-то от третьей до половины от всего кадрового состава. Госкорпорации в целом. То есть молодые специалисты находят себе применение на руководящих должностях, пользуются доверием, умело руководят, реализуют проекты. Ну и, конечно же, рабочие лошадки, сами инженеры и специалисты, они опрятно выполняют свою работу, рвутся в бой. Здесь удивительный эффект сыграли последние события, вот этот шквал санкций, потому что за последние два месяца ребята из нашего совета буквально просто заваливаются сообщениями. Мы хотим, мы готовы, мы рвемся в бой. То есть у людей наблюдается неапатия, что все плохо, давайте сложим ручки и сядем спокойно. Нет, наоборот, появился такой задор, интерес, появилось рвение себя проявить и доказать. И здесь наш совет с радостью смотрит уже на решение руководства Роскосмоса о том, что госкорпорация будет помогать, поддерживать страну. На мой взгляд, это очень правильно, потому что если, ну если так брать, широкими мазками, если в Советском Союзе вся страна работала на космическую отрасль, то теперь космическая отрасль, будучи обладателями высоких технологий, знаний, научных... Уникальных компетенций. Конечно же, замечательных кадров. Мы готовы подставить плечо уже и отплатить стране, и помочь закрывать смежные вопросы, то есть там заниматься какими-то проектами по дифферсификации производства, и, ну, помогать государству справляться в эти нелегкие времена. Ну, сегодня мы не можем же, конечно, не вспомнить о том, что, собственно говоря, великие отцы-основатели отечественной космонавтики, строго говоря, начинали свой путь весьма и весьма молодыми людьми. Да. Так что, в общем, история повторяется на новом качественном витке, и мне кажется, это символично и замечательно, и перспективно. Отмечаем сегодня очередную дату полета первого человека в космос, нашего человека. Что для вас это событие? Что для вас полет Гагарина в масштабах страны, всего человечества? Ну, и для вас лично, как для человека, который работает в космической отрасли? Ну, вот, на всех уровнях этот праздник по-разному воспринимается. Конечно же, в первую очередь, это день, когда впервые землянин вышел за пределы нашей планеты, когда человечество шагнуло из своей колыбели в космическое пространство, и этот праздник, он наверняка будет отзываться еще долгие-долгие века. Я, вот, например, пару раз проводил такую шуточную лекцию для школьников, пытался им объяснить, вот, что такое в 61-м году, вообще, вот это значение было этого дня. А какие слова находили для этого? А я находил пример. Если посмотреть по цифрам, вот, по статистике, от момента, как Циолковский в начале века описал, в принципе, исследование пространства или активными приборами в своем труде, и вот до 61-го года прошло практически полвека, и человечество совершило грандиозный рывок от теории к практике. И, проводя аналогию, например, с путешествиями через кротовые норы, я объясняю школьникам, что, вот, представьте, такой же прорыв, это в 35-м году, вот, фильм «Интерстеллар» случится наяву, то есть человек, там, через кротовую нору в другой конец вселенной переправится. Вот, по сопоставимости, по своей значимости, это вот такие явления. И школьники, конечно же, удивляются, они к этому не готовы. Я объясняю, что и в то время тоже для многих землян, особенно, ну, в не самых развитых, скажем так, странах, это было, ну, колоссальное событие. Лично для меня это, ну, в первую очередь, мой профессиональный праздник. Это праздник многих из моих учителей, которые были либо причастны к развитию космической программы в те годы, либо, в принципе, были непосредственно задействованы в первом запуске, в работе по созданию ракет-носителя Р-7. И, соответственно, как бы это их праздник, и мой праздник, как их ученика непосредственного. К сожалению, последние годы мы видим, как, я не знаю, почему наши еще недавние западные партнеры почему-то вычеркивали значимость русской инженерной школы, значимость Советского Союза в освоении космоса. Боюсь, что вот, принимая во внимание последнюю моду на культуру отмены, это будет только укрепляться. Я бы поспорил с тем, что это культура, но тем не менее, да. Да, давайте, да, без культуре отмены, безобразие отмены. Но здесь можно лишь сказать, что мы будем напоминать, что мы первые, как, собственно, вот сегодняшнее мероприятие называется, и будем отстаивать наши позиции, будем отстаивать наше прошлое. Будем, наверное, ну, лично я отношусь сочувствием к тем людям, кто занимается этой практикой, ну, потому что, на мой взгляд, это не серьезно. На мой взгляд, если мыслить макромасштабами, вот совсем макромасштабами, земля имеет конечный срок годности, человечество, если хочет выжить, оно рано или поздно должно будет переселиться с Земли. И, соответственно, вот если в таких мерках измерять текущую ситуацию, ну, получается, что где-то 99% человечества занимается тем, что пытается эту землю угробить, а 1% думает над тем, как, собственно, человечество продолжит жить дальше. И, слава богу, что Роскосмос находится именно в числе этого 1%, кто думает о будущем, кто думает о людях. Андрей, спасибо огромное, было интересно. Удачи вам, удачи Совету молодых ученых и специалистов. Всего вам самого наилучшего. Вы человек энергичный, знающий, уверен, впереди большое будущее. Спасибо за внимание. В студии Роскосмоса был Андрей Волынцев, председатель Совета молодых ученых и специалистов Роскосмоса.